И снова всем привет, с вами Реторн. Мы продолжаем прохождение игры Пиларсов Этернити 2 Дэдфайр. Как вы помните, ребят, в прошлой серии мы с вами оказались в инквитанской... В инквитанских руинах, вот, и на втором ярусе мы остановились еще на довольно-таки интересном моменте. Мне тоже интересно узнать, что там, точно так же, как и вам. Вот, поэтому сейчас мы посмотрим, что же находится в этом сундуке или в постаменте, я не знаю, сейчас увидим. Кстати, вот на картинке загрузки, да, она почему-то одна и та же всегда. Есть Кракен. Интересно, встретим ли мы его в игре? Подозреваю, что да, потому что, ну, какое же морское путешествие в фэнтези игре без Кракена? Так, ну, что ж. Вот мы и тут. Здесь у нас есть сундук и дверка. Точно? Уж, зло уж. Маркус Амант. Кинжал. Точность плюс пять. Отличное качество. Корона души. Корона души поджигает часть души цели. Она некоторое время дымится, потом происходит извержение, которое наносит урон ближайшим врагам. Связь. Паладин, жрец и авантюрист. Привяжите этот предмет, чтобы открыть следующий уровень. Но у нас пока никто не ходит с кинжалом. Вы нашли этот кинжал в глубинах Поко Кахары, и рисунки на стенах подсказывают, что это инструмент для жертвоприношений древних инквитанцев. Кинжал шепчет вам свое имя. Мертвая душа. Ну ладно. Так, получается, все. Здесь никаких вариантов, куда пойти, нет. Получается, только вот сюда. Дверку мы бы открыли. Ключом, который мы там нашли, если бы у нас не было механика. Адровый анимант. По крайней мере, один. А вообще, два. Еще адровый слезняк. Порщенный адровый анимант. Да, ребятки. Здесь может быть сложно. Сейчас узнаем, конечно. Так, давайте-ка. Сюда сейчас, дружненько. Так, я же выйти пытаюсь из него. Ну ладно. Народи бы нормально стали. Поджигаем, все. Становимся в защитную стоечку. Здесь тоже защитная стоечка уже есть. Это у нас эдер. Обнаружена ловушка. Наверное, на этом, на сундуке. Так. Здесь ничего нового особого не нашли. Да, на сундуке ловушечка. Письмена на этом саркофаге и стерлись так, что их уже не прочитать. Сабля, нефрит, перламутр, вилюны, ядровый и нерв. Так. Это, конечно, все хорошо. А, вот сюда нужно идти. Скелет, лучник, порченное древо анимации, два штуки. Шо. А, вот сюда. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот, видимо, и сюда тоже этот ключик нужен. Ну, и есть еще вот здесь место. О, прям... Мост. Взять на лестницу наверх. Скелет-воитель. Ну, давайте сразу с ним сразимся, не будем долго ждать. Ясно. Так, давайте сначала... Продолжение следует... У нас ребятки так себе в состоянии здоровья, но мы с этим справимся. Кто там смеется? Так непонятно. Гримарский или это волшебника еще? Так, это видимо спуск вниз? Нет, это что-то другое. Я думаю, что туда нам нужно попасть, но после того, как мы следуем все остальное. Это факел во тьме. Силяющий Ревенард. Так, тут какой-то злой чувак появляется, кажется. За Корос. И он на один уровень выше нас. Ну что ж. Давайте ребятки начинать что-то делать. Давайте. Отлично. 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 Закорос уже почти мертв, кстати, к счастью. Скрест болдун не царапинный, он почему-то вроде как типа дружественный. Ага, он просто умер. Отлично. С трудом вы разбираете слова на саркофаге. Здесь покоится голова, увенчанная короной преданности. И странно, что с самого него особо тейлута не было. Могила Закараса. Сказать, что он на уровень выше нас, вообще нет. Нет, вот таки спуск вниз. Ну ладно. Так, ангвитанский святой. И он молится вроде как. Так, ребята, по-моему мы очень нехорошо начали сражение. Но пока вроде еще страшно. Что-то происходит нехорошее. Если что-то не происходило, то тут. Это вот эта вот штука урона столько на нас. Интересно. Ага. Ага. Реагент. Рунный порох. Вот здесь ничего нового. Что-то труп. Камень уберег знак кошмаров. У нас уже был один знак кошмаров. На этом алтаре вырезаны небольшие желобки, направляющие поток крови к центральному каналу. То есть они кровью снабжали аду. Интересно. Что это вообще за место? Почему оно здесь? Почему мы здесь ничего не можем делать? Ничто не юзывается. Так, у нас по две травмы у трех персонажей. Поэтому мы сейчас, наверное, перед спуском, ребята... Я не туда иду. Перед спуском мы здесь сейчас отдохнем. Такое чувство, кстати, что еда сама подбирается. Такое чувство. Такое чувство. Вidoов. Лучше... Не убей. на втором ярусе мы ничего вообще не нашли никакой новой информации где-то какая-то ловушка что непонятно а ну идет по вот этим проводам этого зацепило батарея ауры почти уничтожена ага понятно так давайте думать так я понимаю конечно да что давайте загрузимся потому что мы уже получили сразу три травмы может быть если разрушить все батареи то будет лучше сейчас попытаемся их расстрелять да видимо так и работает видите постепенно разрушая перестают работать электрические штуки и 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 похоже что изображенное здесь жертвоприношение у анна наполняет столб энергии и символизирует синие лайма если над на стене а и вот смотрите здесь интересно зачем на рисунок нам прямо направление может быть эта часть какой-то загадки потому как открыть следующую дверь камень и стекло этого приспособления держат от переполняющих энергии медные кольца от этого тихонько будет делать там видимо адра ладно давайте сначала пройдемся сюда на плитах лежит мертвая женщина тело совсем серое уже начала разлагаться кое-где плоть уже догнила до костей здесь до нее не добрались черви и личинки а значит запах будет совсем невыносимый рядом с ней лежит меч под рукой сумка над телом витает едва заметная облачка ауры смотреть ее тело от тела женщины тянется высохший кровавый след на ее доспехах следы за сражение похоже ее противник или противники позволили ей уползти и умереть в одиночестве задержав дыхание вы присаживаетесь чтобы осмотреть тело когда вы касаетесь останков гниющая кожа и мускулы отваливаются обнажая кости почти все ее вещи покрыты слизью и пахнут гнилью но сумка неплохо сохранялась внутри вы находите несколько порванных страниц и фигурку взять фигурку дрианная фигурка изображает женщину с головой рыбы выпученными глазами открытым ртом древесина светлая и шероховатая как будто фигурку вырезали не так давно идол нгатя фигурка в виде женщины с головой рыбы пищу осторожнее хранитель на этой штуке неприятное заклинание похоже путаница зоти морщит нос и наклоняется чтобы получше смотреть фигурку а внезапно вы чувствуете резкую булку взять страницы наверное их вырвали из книги или дневника они потемнели слепость от пролитого напитка и на них лишь несколько небольших заметок страницы без страницы вызвали вырванные прошу прощения вырваны из какого-то дневника когда-то на них пролили темную пахучу жидкость и теперь они стали заскорузлыми и покоричневели записи которые можно выбрать начинаются так я так хотел отыскать по кокохару а теперь мы тут застряли никто не смеет высунуть нос наружу пока рядом бродит титан так что остается лишь надеяться что где-то среди руина тыщится еще один выход должно быть алара его разбудила она пыталась открыть застрявшую дверь и тут он зашевелился мы от неожиданности замешкались а он прибил джиана никто не говорит это вслух но я знаю они винят меня что я его не спасла на следующей странице видны следы руки автора перепачканные какой-то грязью запись гласит алара погибла теперь мы двигаемся очень медленно боимся ловушек и чудовищ я ненавижу краса адуэньо так топает что мне все равно что это все равно бесполезно но фалера уже на грани и еще одного сюрприза может просто не выдержать следующая запись сделана большими корявыми буквами пляжащими словно их писал ребенок другие спят мы решили не зажигать ни свечей ни костра так что я пишу при свете адры это хорошо потому что я слышу как что кто-то бродит во тьме хотя другие этого не слышат фалера настоял чтобы мы шли еще медленнее чтобы он успевал изучать рисунки на стенах и узоры на полу он думает что так спасет нас от участи джиана и алары но все это не поможет если нас настигнут мясные твари дэня скрывает хромоту но то как он смотрит на фалера заставляет меня думать что он скрывает и что то еще с каждым проведенным здесь часом их болезненная подозрительность только растет когда они проснутся мы двинемся вперед и я надеюсь что со всем этим будет покончено пока же я оставлю записи о своих наблюдениях у себя я не могу их никому доверить следующая запись сделана торопливым почерком фалера потерял дневник экспедиции обвиняет меня во вредительстве во вредительстве он так увлекся копируя рисунки на стенах что забыл для чего мы здесь но я видел адру и понимаю это место болеет наша задача вылечить его фалер отвердит что у ана жили здесь издревле и рисунки на стенах это доказывают лично я считаю что аумауа на одно лицо но он навел меня на одну мысль сейчас мы тратим свои богатства и собственную кровь чтобы отыскать сияющую адру задача была бы куда проще если можно было бы взять обычную адру и обогатить ее живыми душами глядя на машины что построили здесь ингветанцы так похожие на устройство наших анимантов я задаюсь вопросом быть может именно этим они и занимались а у нас есть жители текивары которые так хотят помочь нам когда мы вернемся в никитаку я изложу свои соображения луавы альваре директору кастолу на такое пожалуй не хватит духу вы как и моим товарищам взять ее оружие лезвие сабли очень зазубренное несмотря на судьбу своей хозяйки клинок уцелел и неплохо выглядит вы решаете его забрать кусачья порезы минус один класс зачитан 10 секунд при критическом пропад попадании читать ее душу в вашем сознании проносятся короткие путанные видения вы в составе экспедиции в альянской торговой компании следуйте руины со своими товарищами раньше по крайней мере они были там товарищи теперь вы в этом не уверены все пошло не так с тех самых пор как вы попали на этот остров сначала джиан а потом алара хотя возможно все началось еще раньше в текиваре может когда заболел вектор вы слышите отдаленный крик вы не знаете где все остальные вы не знаете почему на ваших руках кровь вы не знаете почему вдруг вам так тяжело думать но вы помните что вам нужно было быть как можно тише чтобы никто или ничто вас не обнаружил на тем замечаете какое-то движение так что за фигурка и почему на мне на меня что-то наложилось так пока не понимаю не могу найти фигурку и долгать вот она это не для задания ладно странно ребята только то что с нами тоже не происходит дневник безымянной пиратки выдержки из дневника безымянной пиратки о пропавшем корабле королева рыбаков каждая капля в море это кровь ондры слезы ондры и пусть мы хотим по нему ловя дыхание миры и пусть мы ходим по нему ловя дыхание миры и швуля ондры не дает нам утонуть в ее священном шри горе тому кто навлечет на себя ее гнев ибо ей неведомо слово милосердие так говорил мне старый моряк когда я отправился в свое первое плавание но этот беззубый дурень болтал не унимаясь так что я не верила ни одному его слову я сама ни разу не видела что богиня поднималась из глубины тащила корабль на дно своей водяной рукой ветер и волны вот это были реальные опасности а у богов есть дела поважнее чем мучить нас конечно все это было до того как я начала ходить на королеве рыбаков с ее хозяином мы встретились в кобыле в Никитаке море хорошо его потрепало один глаз все лицо в шрамах одним словом образцовый пират он посел ко мне у стойки словно мы были старыми приятелями сначала я решила что он ко мне клеится и даже была не против но одноглазый только рассмеялся я собрался на охоту за особенной добычей сказал он и чтобы изловить ее мне нужны самые лучшие надо сказать за всякую славу я ей дерьма не дам за всякую там славу я ей дерьма не дам на моем самолюбии можно играть сколько угодно мне это все по боку лишь бы деньги платили на деньги как раз он предложил хорошие так что я согласилась говенное было решение но что я тогда знала ни хрена ни хрена я тогда не знала это теперь мне все ясно мы охотились на морских див вернее за их мясом оно нигде не считалось деликатесом но мой новый друг одноглазый моряк собирался это исправить рецепт простой начинаешь новую муду выходишь в бабки покупаешь у местных миленький островок и проводишь остаток жизни валяясь на черном песчаном берегу с кувшином пальмового вина в одной руке и податливой девицей во второй наверняка вы слышали истории об этих тварях мы все слышали истории до моряков доносится печальная песня они не могут устоять перед ее чарующим зовом а потом их затаскивает на дно дева из глубин и ее служанки звучит как полная чушь верно? в общем у канала феки мы наткнулись на их стаю которая охотилась на тунца издалека они всем напоминали прекрасных девушек хвосты длинные как бурная ночь и гладкие как просоленная палуба волосы словно копна водорослей миловидные улыбки так что мы выловили несколько штук и вытащили их на палубу это оказалось очень просто они словно сами лезли к нам в сеть когда мы вытащили ножи девы закричали и зашипели и вскоре мы поняли как ошибались оказалось что у них несколько рядов зазубренных окульев зубов а челюсти не закреплены мы узнали об этом когда одна из них проглотила ярика целиком а когда гаврил схватил одну за бедра и его тут же вырвало черной свернувшейся кровью мы узнали про их ядовитые колючки и блеск их глаз без белков темно-синих и глубоких как бездна самой онды я заглянула в эти глаза когда дева начисто отхватила мне правую руку у локтя и словно бы этого было недостаточно госпожа бдений в ту ночь отыгралась на королеве рыбаков за нашу дерзость в буре подобные которые я не видела в жизни мы потеряли мачту все запасы пресной воды и четверых моряков смыло волной неделю нас носило по морю прежде чем нам повстречался в альянский торговый корабль а знаете что самое смешное на вкус морские девы оказались как дерьмо ну такая вот побочная история так давайте-ка мы еще разок посмотрим что там за рисунок на стене вдруг нам сейчас понадобится как-то правильно ответить походу похоже на что изображено здесь же что приношение ламы наполняет столб энергией ее символизирует синяя плана у меня удалось найти самое сердце порчи здесь есть устройство возможно оно поможет мне в очищении адра с подъем наверх все исходят энергия исходят от перекрученные колонны волнами словно неритмичное биение сердца испытывая напрочность стены вот устройство больше здесь кроме устройства ничего нет Массивные урны покрыты ингвитанскими письменами, рассказывающими, сколько у Ана здесь похоронено. Механизм основания столпа сильно пострадал. Адровые панели покорежены, медь покрыта зеленым налетом, но он не сломан. Из адры доносятся звуки, напоминающие плач. Посмотреть механизм. Вы проверяете медные сочленения и ручки. Все кажется целым, но аура из столпа никуда не перетекает, плач становится громче. Надо запустить механизм. Вы поворачиваете адровое колесо и изменяете положение нескольких ползунков. Сначала ничего не происходит. Потом вы чувствуете колебания эфира. Вопли становятся громче. Аура перемещается внутри адры, открывая искореженные измерения. Искаженные измерения, словно свежую рану. Что-то в этом месте притягивает вашу душу. Далекие голоса снова начинают звать. Ну пойдемте сходим. Изменения внутри адры открываются. Измерения внутри адры открываются, затягивает в себя вашу душу. Пока ничего не делается. Направить отряд столб. Направить отряд столб. Сила адры вытягивает вашу душу из тела в пространство чистой ауры. Вы видите перед собой раздробленный невероятный пейзаж. Это не физическое место, а скорее форма, которую ваш разум создал из потока энергии. Так же, как и ваше присутствие в нем. Эддер, у меня локоть чешется. Почешите его кто-нибудь, он остался с моим телом. Ваше тело все еще находится на бокахахаре. Вы чувствуете холод плит под собой и пыльный воздух вокруг, но не можете вернуться. Что-то здесь держит вас. Голоса, которые вы слышали недалеко от столба, кричат и выводят где-то поблизости. Неприятное место. Вы находите источник шума, разлагающуюся массу. Из нее доносятся вопли сотен душ, пойманные и заточенные в этой дни еще тюрьме. Эддер, нам туда явно не нужно. Несколько душ, все еще свежих и по большей части целых, приближаются к вам. Одна из них отделяется и смотрит на вас сверху с угрюмой настойчивостью и даже ненавистью. Анахару, тебе здесь не место. Говорящий принимает форму немолодого Уана, его облик все время дрожит, будто отражаясь в воде. Это не физическая оболочка, а скорее обредшая форму душа. Кто ты? Мы мертвы. Его голос ударяет вас внутри головы, как язык колокола. Зоти, мы говорим с неприкаянной душой. Постой, прежде чем ты что-нибудь еще скажешь, посмотри на свет моего фонаря. Она поднимает фонарь повыше и размахивает им вперед-назад, заставляя его свет танцевать. Он скалит зубы в ее сторону и смотрит, как тонкая струйка ауры покидает его тело. Когда он отворачивается, струйка иссякает. Беза, ты может и мертв. Я же не вижу ни пасти Тангалоа, ни врат Сирона. Вторая из душ обретает форму и смотрит на него. И хауры заостряются и глазеют друг на друга. Мои бури защищают Поко Кахару. Фальсенгати затягивает варянские корабли на дно. Если ты хочешь остановить меня, ты уже проиграл. Его очертания приобретают четкость. Правдивы его слова или нет, он верит в то, что говорит. Бури – это твоя работа? Но как? Нгати держит наши души в болотах, отрезанных от моря. Течение ауры прекращается. Он смотрит на изменяющийся пейзаж за вашей парящей платформой, о котором сейчас напоминает лишь камень. И она начинает загнивать. Она морщит нос и проверяет подошву своих соков. Что значит гниет? Изъятые из цикла души начинают портиться? Но мой фонарь выглядит вполне здоровым. Я не то чтобы до конца понимаю это, девочка. Я разбираюсь в рудах, но ничего не понимаю в загробной жизни. Когда это хранилище переполняется, содержимое попадает в мир живых, сотрясая море и небеса яростью богини, принося бури. Его губы слегка изгибают свои руки. В механизме у Адрова столпа нет ничего божественного. Боги смеются над машинами, я говорю. Ничто, созданное руками смертных, не может изменить их волю. Несмотря на свой уверенный голос, он смотрит на скверну за своей спиной, нахмылившись. Через это место не проходят души. Адра кричит. Гати улыбается и показывает свои клыки. Теперь планы в Альянсов никогда не будут воплощены. Слуган Гати держит плотину закрытой, чтобы наводнять мир живых ее яростью. Он кладет руку на то место, где раньше было его сердце. Думаешь, если уничтожишь это место, Тиквера будет спасена? Одну деревню? Нет. Я делаю это для всего архипелага. Я, буря моего народа. Адра, посох, который я поднимаю, чтобы взбаламутить королевство Ангати. Он открывает ладони. Эфир вокруг вас мгновенно реагирует. Аура приходит в неистовство. Вам кажется, что услышите яростные порывы ветра где-то далеко? Алло. Думаю, это глубокий комплекс неполноценности. Ты не будешь смеяться, когда я разорву твою душу на мелкие кусочки. Мадиччо, оказаться по ту сторону смерти с этим незатыкающимся фонтаном красноречия? Нажимает виски руками. Валянцам никогда не победить нас, пока у меня есть силы не подпускать их к острову. Он бросает тяжелый взгляд на без. Эти бури отгоняют от острова рыбу и губят злаки. Это ты убиваешь Тикевару. Глупец. Нгайся утихомирит море, когда чужеземцы уплывут. Тогда я буду возрожден и стану Раангой. Пираты и работорговцы сбивают мое племя с истинного пути. Лишают их рая. Теперь тоже делают в Алиансы. Они хотят вытащить Адру из земли и смолоть ее, как зерно. Перкомпланканет, у тебя своя история, у меня своя. Они пристально смотрят друг на друга. Тут нечего больше обсуждать. Здесь, на краю мира живых, ложь чужеземцев ничего не изменит. Он переводит взгляд на вас, его аура становится острее и беспокойнее. Вы все умерли, может мне удастся помочь вам. Здесь конец всему. Никто не уйдет, я говорю. Его руки сжимаются в кулаки, плечи дрожат от напряжения. Экоси, не нужно спешить. У некоторых из нас все еще есть тела. Она поднимает руку в жести протеста и смотрит на души своих матросов. Ты же не собираешься здесь оставаться, Адж? Позволь нам пойти с тобой. Может нам он сдастся воссоединиться с нашими, с тем, что от нас осталось. Она показывает открытые ладони в знак своих добрых намерений. Не выйдет, вы мертвы. Ты, ты же не лжешь? Она оглядывается на свою команду и моргает. Вы все честно служили своему капитану, но я думаю, здесь наши пути расходятся. Она кивает каждому по очереди. Свободны! Она советует своей команде. Многие матросы тут же исчезают и их души вливаются в окружающий эфир. Без закивает вам и тоже исчезает. Анахара с гримасой на лице приближается. А чего мы с ним деремся? Подождите, а что у нас получается? Нужно победить их или я останусь с ними навсегда. Ага. 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 Ч Beach lou정ки. Ага. Дière всех принес! Вот здесь глупость. Их- Вы усмиряете разъединенные души, разрывая их на элементы ауры. За облаком ауры вы чувствуете притяжение цикла, нарастающую силу. Этот столб по-прежнему закрыт от природного потока. Аура все еще наполнена силой. Если вы направите ее в цикл, окружающая адра восстановится. Если вы разорвете на элементы, нарушите баланс силы, столб взорвется. Вас все сильнее тянет туда, поэтому решать нужно быстро. Вернуть в адру естественный поток ауры, восстановив ее. Или взорвать адру и нечто же ссорку. Давайте вернем. Сквозь расширяющийся канал вы направляете ауру туда. Она бурлит и уносится прочь. Внезапно эфир вокруг вас превращается в мощный вихрь. Вы успеваете отпрянуть и вернуться в свое тело прежде, чем он несет в вашу душу. Вы хватаетесь за путы, связывающие ваше тело и души, и пытаетесь вернуться в материальный мир, пока мир эфемерно изгущается вокруг. Аура наполняет восстановленную адру светом и теплом, прекрасными и неносинными, невыносимыми одновременно. Вы возвращаетесь в свое тело, чувствуя, будто вы сорвались с вершины горы. Вокруг вскрикивают и стонут ваши спутники. Вы закрываете лицо, защищая глаза от сияния восстановленной адры. Сбежать из мира адры, отложить об успехах Ацурии или отправляющие Альвари. Сделай вернуться к Ацурии в Атунной Цитуделе. Вернуться в штаб в Альянской торговой компании на причале королевы. Давайте почитаем. Ну короче, тут пока, видите, непонятно, конечно. Не удалось снять порчу с адры и бури вокруг острова прекратились. Вот это то, что я сделал. Адровый столб гудит, словно живой. По всей его длине струятся яркие потоки энергии душ. Ну что ж, получилось вроде бы. Ну, если бы мы взорвали, тогда, получается, эти души, они бы не вернулись в колесо, да? Если я правильно понимаю. Ну, ладно. Вроде бы все. Можно, в принципе, выходить. И отправляться в... Наверное, получается, в Никитаку, в Тикивари нам делать нечего, наверное. Но у меня какое-то вот есть чувство недовольтворенности. Я не совсем понял, что я сделал, то есть, на что это повлияло. Понятно, что сияющую адру, они будут снова добывать. Вот. Но, с другой стороны, души же в ней будут. То есть, надо теперь просто остановить, чтобы они не добывали, получается. Интересно. Так, и у нас здесь с вами осталось еще святилище Кабара-реку. Давайте посмотрим, что это вообще. Слегка поодаль от тропы вы замечаете небольшой павильон, в котором стоит каменная статуя. Сразу видно, что она очень старая. Кажется, это святилище Ламы. Подойти и защитить его. Статуя изображает двух переплетенных угрей. Пасть каждого сомкнута на хвосте другого, так что образуется кольцо. Это Рикуху, уланская ипостась Бераса. Вдоль фундамента тянется надпись. Одни бегут, другие сражаются. Рикуху пожирает всех. Статуя облеплена грязью и пыльсой. Вокруг ее основания растет трава. Кажется, за ней никто давно не ухаживал. Помолиться в святилище и отдохнуть. Хорошо, капитан. Это несложно. Ладить с тем, кто много раз тебя спасал. Серафин охмыляется и опускается на колени рядом с вами. Взвольте с любопытством, приподнимая их подбородок. Шло восемь часов. Вы встаете на колени у холодного камня и шепчете молитву. Камень не отвечает, но поднявшись на ноги, вы чувствуете себя спокойнее. Несколько часов проходит в полном спокойствии. Вы просыпаетесь и отправляетесь дальше. Ну что ж, давайте немножко тут в округе поплаваем, да? Мы же не спешим никуда. Вряд ли просто мы еще сюда будем отдельно заплывать. Это получается край карты. Здесь заплавает. Анесса многоглазая. Ее мы вроде пока не должны продавать. Вообще, я так понимаю, что мы можем убить этих капитанов, если они у нас нападают. И потом, если у нас будет задание с ними связанное, то оно засчитается автоматом. Ну, как видите, тут ничего толком интересного нет. Сейчас вот так вот проплывем. Ну, здесь что-то есть. Безветные просторы. Ров Мара-Мара. Море до горизонта покрыто волнами с барашками пены. Капитан, кричит и куик. По левому борту в воде что-то есть. С левого борта вы видите что-то темное, поднимающееся из глубины. Пятнистый корп прорывает поверхность воды. Со звуком, словно кто-то дует в рог, в воздух взлетают две струи. Идентифицировать. Какой-то Серафен. Не знаю, что это говорит Серафен, но оно приближается. У кого какие-то соображения? Облизывая губы, Ирена говорит. Это плоскомордый кит. Самый ценный из китов в архипелаге. Выркает. Скорее уж полярный. Видишь, дыхало галочки. У него их аж два. Ирена усмехается. Все равно хорошая добыча. Нет, если он мирнет и потопит в нашу шлюпку, закатывая глаза в ониц. Ура безумная делает шаг вперед. Убить одного из детей Нгати? Нельзя совершить такое святотатство. Кто бы это ни был, мы не станем его трогать. Ирена вздыхает. Команда возвращается по своим делам. Вы плывете дальше. Эдер доброжелательно взмахивает рукой. Огромное существо несколько часов плывет рядом с кораблем. От его песни непокорная содрогаясь за каждой доской. Ура безумная тихонько подпевает. Ирена бросает в воду кусочки еды. Ватс вздыхает. Нет, галеты они не едят. Кик посмехивается. Посмеивается. Корабль плывет дальше. То есть это, видимо, было, возможно, какое-то животное. Но мы решили его не трогать. Потому что мы не трогаем детей моря. Он же Никита Лова. Никита Буэль. Так, а что у нас там с водой? У нас, по-моему, воды нет. Давайте положим в воду. Эль. Просто воды у нас что ли нету? Я не могу понять. Странно. Да, вот, есть вода. Так, это кто? Чудопейк указывает на черную точку горизонта. Капитан, к нам приближается судно! Файна, короткошерстная. Шестого уровня. Не напрягая зрение, вы замечаете трепещущие на ветру знамена неизвестных вам цветов. Корабль приближается. Его команда распахивает орудийные порты. За это набор дашь. Никакой пасад в этой, короче, какой-то. 13 единиц урона. 6 единиц урона паруса. 1 единиц урона кармана. Ну, просто так будет быстрее. 2 единиц, его, им DOMRO. 5 единиц урона. Редактор frei. Бить капитана и захватить чего-то там. Рабы, работорговцы, это работорговцы. Иди кеху там, смотрите, он в кого-то превратился только что-ли. Сестра Щитоделия получает полотая рана. Разделить монеты с экипажем. Вымпел файный, короткошерстный. Эмблема Крукспура. Гримуар Работорговца. Вот, короче, для корабля ничего полезного толпа нет. Ну только пушка одна, которую можно будет продать в принципе. Но зато, если нам нужно было её убить, то мы её убили. Вот, и у нас будет сразу устануло задание. Ну и плюс, как видите, она какая-то вообще очень низкоуровневая какая-то показалась мне. Теперь давайте посмотрим, кто у нас там сраный. Ага, всё, лечится. Ну что ж, ребят, я думаю, что на этом мы с вами закончим игру. Точнее, данную серию, конечно же, а не игру полностью. Вот. В принципе, сегодня мы довольно неплохо потрудились. Продвинулись по одному из старейших заданий, которые у нас были. Вот. Ну, посмотрим, что будет дальше. Я думаю, что в следующей серии мы отправимся в Никитаку. И будет видно, что нам скажут. И как мы выкрутимся. Ну а на сегодня это всё. С вами был Элиторн. Спасибо за просмотры, ребят. Пишите комментарии, оставляйте отзывы. Задавайте вопросы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Делитесь видео. До следующих встреч.